С обеда четверга продолжает гореть камыш, сухой тростник и мусор в районе бывшего завода «Большевик». Огонь уже охватил больше трех тысяч квадратных метров. Спасатели говорят, что тушение осложняется постоянно дующим, пронизывающим ветром. Да и существует угроза переброса огня на жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Спасатели говорят, что получили сигнал ОЧП в 12.26. В считанные минуты на место выехали пожарные расчеты. Но сильный ветер разбросал очаги возгорания на сотни метров друг от друга. Залучено до ликвидации загорания четыре одиницы пожарно-рятувальной техники, что значит выходит по раскладу. Складность гасения пожарно на территории вместится в том, что сильный ветер переносит в огонь на широкую площадку. Главное заведение пожарно-рятувальных подростков – это забег распространения огня на небезопасных напрямках. Огонь грозил перекинуться на газозаправочную станцию, но пожарные подоспели вовремя. Кроме того, прямо через горящее поле проходит газовая труба большого диаметра. От нее спасателям также удалось отсечь огонь. Местные говорят, что подобные случаи здесь не редкость. Камыши никто не убирают, да и они сами давно превратились в стихийную свалку. Люди боятся, что огонь перекинется на их дома и подозревают очередной поджог. Боимся, чтобы не перешло к нам туда. У нас же и газ, и свет, и труба вот эта идет, вот это все. И мы боимся, очень боимся, чтобы не перешло. Не дай бог дома загорятся, потом не будет держать. Часто у вас такое происходит? Часто, бывает очень часто. Когда вот ветер, что-то это, и вот это берут, они подпаливают вот это все и горит. А кто, кто подпаливает? Ну, не знаем, кто. Может, пацаны, может, кто-то. Мы не можем сказать, кто. Вот это вот думаете, что произошло. Что-то это, может, парни, может, молодые, пацаны. Уследить за таким огненным фронтом сложно. Да и сильный ветер подхватывает горящий камыш и разносит его на большие расстояния. Видимо, именно он и стал виновником пожара во дворе. Пламя едва не уничтожило жилой дом. Это первый, пока благо, единственный урон, нанесенный пожаром. На один из дворов, который плотно примыкает к полю, перебросился огонь. Полностью сгорели заготовленные дрова и хозинвентарь. Огонь зацепил пристройку к дому, в котором в этот момент, к счастью, никто не находился. Дальнейшее распространение огня прекратили пожарные. Горящий камыш – давняя проблема Одессы. Как только здесь исчезли крупные промышленные объекты, следить за полями стало некому. В 90-е сюда свозили жертв криминальных разборок. Сейчас сваливают мусор и устраивают ЧП областного масштаба. Сколько потребуется времени на полную ликвидацию возгорания, пожарные не говорят. Борьба с огнем продолжается. Юлиан Аксенов, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.